и общество избавилось от иллюзии что есть некие добрые дяди на западе убежали те для кого родина это там для кого россия это место работы вот вот начнется ядерная война произойдут еще какие-то страшные катаклизмы все мы с вами спокойны потому что мы понимаем что происходит взорвется афганистан средняя азия уверяю вас обязательно взорвется не хочется чтобы та идеология которая порождает такие зверства была ликвидирована нет никакого смысла в гибели зеленского он станет просто героем портретом на стене то есть центральный банк до сих пор работает не в интересах россии и это огромная проблема уже в 2008 году было понятно что впереди большое военное столкновение для того чтобы был мирный договор нужна добрая воля двух сторон либо разгром одной из них положение россии в мире будет зависеть от итогов специальной военной операции здравствуйте эта программа справедливости ради в которой мы ее ведущий светлана тихоненко и владислав павлов обсуждаем с гостями в студии важные для страны и общества темы уже год россия ведет специальную военную операцию на украине время подвести предварительные итоги и понять что нас ждет хотя бы в ближайшие полгода у нас в студии николай стариков писатель член центрального совета партии справедливая россия патриоты за правду николай викторович рада снова вас видеть добрый день и первый вопрос даже не про текущую ситуацию на передовой а про уроки вот скажите пожалуйста для на для вас как для писателя как для политолога как для гражданина какой главный может быть урок мы должны были вынести по итогам вот этого трудного года я думаю что избавление от иллюзий у кого-то они были у кого-то их не было у кого-то в большей степени у кого-то в меньшей целом же российское общество избавилась от иллюзии что есть некие добрые дяди на западе которые честные белые но не смысле цвета кожи а в смысле своих намерений думают о том чтобы все дети имели стакан молока вечером пекутся о праве частной собственности о законах но этого никогда не было и когда ты живешь в иллюзии столкновение с реальностью может быть разным вот для части нашего общества в 2022 году произошло столкновение с реальностью ну и посмотрите реакция разная наиболее слабые встали куда-то убежали когда я пытался понять их мотивацию она делилась на две части первое убежали те для кого родина это там для кого россия это место работы или тот кто считал россию почему-то может плохо воспитан не те книжки читал местом неправильное построение общества вот там все правильно там хорошо вот он туда и побежал где он считает правильно вторые просто испугались поскольку подумали что вот 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 начнется ядерная война произойдут еще какие-то страшные катаклизмы и они проявили малодушие убежали приехали туда посидели и думают а что мы сделали зачем а назад возвращаться вроде как и опять какую-то с их точки зрения слабость проявить и вот находится не там не здесь потерялись часть людей потерялась но например мы с вами коллеги наверное еще раз укрепились что наш взгляд на события на историю на экономику он соответствовал реальности все то что мы с вами говорили десятилетиями она в общем к этому к этому и пришло и в этом смысле мы с спокойны потому что мы понимаем что происходит ну может быть не очень спокойны наверное у каждого гражданина россии есть свое видение как вести военную операцию как добиваться поставленных целей там дипломатических и так далее так далее но то что делается то делается а вот относительно иллюзии в отношении себя тоже что-то поменялось в стране ну тут наверно каждого свое собственное отношение мне кажется что страна стала выздоравливать во первых мы недооценивали экономику ну уже стал общим местом что доллар должен был быть по планам запада 200 экономика рухнуть ничего этого не произошло вопрос а почему мы тогда считали что мы так слабы и так зависимы откуда это появилось наших головах нам это внушали нам это внушали это тоже определенная иллюзия но от нее избавление произошло гораздо быстрее и в этом смысле наше сознание оздоровилась так что наверное мы еще что-то как ракета взлетающий от себя отбросим в сторону но наверное это всегда было лишним это задерживало как к ракушке корабль в нашем движении вперед и не потому что я такой знаете как бы оптимист полный исключительно положительных эмоций но просто сегодня происходит ровно то что происходило сто лет назад 200 300 и так вот мы туда уйдем вглубь веков это называется борьба за независимость и строительство независимой россии она никогда никому кроме населения самой россии не было нужно в таком качестве поэтому всегда поддерживали врагов всегда давали им оружие всегда говорили что россия должна быть повержена ну я даже не знаю какие исторические примеры при сену при польское восстание 19 век все тот же запад требует немедленно вывести войска дать польше независимость оставить ее в покое и так далее и тому подобное а русских солдат просто резали в казармах восстание началось когда польские я даже не знаю как назвать террористы наверно зашли в казармы где спали русские солдаты и просто перерезали им горло и так было убито около сотни солдат вы знаете какой взрыв возмущения был в российском обществе ну просто невероятно но мы представьте себе не дай бог что-нибудь сейчас произошло мы же видим кадры когда убивают наших военнопленных какие мы эмоции испытываем хочется посчитаться с тем кто это делает и хочется чтобы та идеология которая порождает такие зверства была ликвидирована то же самое испытывали русские патриоты и в середине 19 века запад называл их не знаю кем там держи мордами монархистами жандармами европы кровавым режимом и все такое прочее клавишечного как раз врачи возвращаясь к сегодняшнего дню украину продолжит накачивать оружием и получается западу тогда вообще не нужно окончания вот этого конфликта тогда что дальше эскалация до каких до какой степени будет продолжаться скала той степени пока существование запада его благополучие не будет поставлено на карту вот физическом смысле запад материалисты и в этом их отличие от нас не знаю ни одного подвига немецкого французского британского американского солдата который бы закрыл амбразуру почему неужели во всех войнах который вел запад все было всегда так шоколадно что не было ни одного дота который нужно было закрыть или пулемет как вы было конечно но они так не делали потому что так даже не станет меня любимого а коллективизм товарищи видимо как-то по-другому понимаются в этой западной цивилизации ну и вот эта разница цивилизации сегодня приводит тому что они готовы поднимать ставку но только до определенного момента пока они не поймут что за этим все ну и добавим немножко геополитики не дай бог я кстати считаю что чем меньше ядерной риторики тем лучше да мне кажется есть перегиб так сказать у всех конфликтующих сторон в этом смысле не вот если не дай бог случится ядерный конфликт между западом и российской федерации кто-то то выиграет разговоры о том что погибнет все человечество это разговоры кто останется китай то есть вопросы так вы действительно хотите своему главному сопернику уже его сами называете главным соперником сделать такой подарок уничтожившись в борьбе с другим своим противником то бишь нами и оставив китайцев одним нет будет конечно ядерная зима радиация но мы с вами понимаем что ситуация в части земного шара который не участвует в ядерном конфликты и там где он произошел но это как бы даже разные наверно периоды истории планеты земля ну вот так вот как раз к нам мест к конференции китай выступил то есть помимо того что такой был апогеи русофобии наверное там китай выступил инициатором мирного плана урегулирования водного конфликта на украине на ваш взгляд что будет в этом плане что может этот план включать насколько он может быть эффективен ну вы знаете главное чтобы мирный план не выглядел как разговоры кота леопольда давайте жить дружно давайте остановим стрельбу все это прекрасно но мир должен быть таким чтобы после него не было войны иначе это не мир а перемирие вот когда-то в пятьдесят третьем году в корее остановили войну это перемирие хорошо это наверное хорошо но корейский народ до сих пор разделен и война рано или поздно может быть начата причем внешними силами те кто там находится американцами поэтому нам нужно объединение русского народа так чтобы не было возможности внешних сил вмешиваться во внутренние дела ведь по большому счету вот если уйти от нынешних оценок происходящего на донбассе на территории российской федерации собредельной с ней территории украины можно сказать так на территории украины началась гражданская война которая была спровоцирована захватившими власть по чистыми при полном содействии и попустительстве запада так так после этого некоторые регионы тогдашние украины подняли восстание вот и есть гражданская война запад поддерживал незаконную власть в киеве россия поддерживала республики которые она считала правильными но юридически она их не признавала почему и зачем это искать отдельный вопрос и спасибо президенту что 21 февраля 2022 года он выполнил пункт программы партии справедливая россия за правду признание независимости днр и лнр далее вот такой взгляд на события но мне кажется помогает понять суть есть гражданская война то есть две конфликтующие стороны одну из них поддерживает запад другой из них поддерживает россия запад все время пытается перевести в какую-то плоскость россия на кого-то напала что-то захватила не на украине гражданская война просто часть территории украины попросила у россии включить ее в состав российской федерации но все это продолжение гражданской войны и она была вызвана совершенно ну уж точно не не россия запад ее спровоцировал вот давайте так смотреть на вещи накануне выступление владимир владимировича путина обращение к федеральному собранию немецкие газеты вышли с заголовками мир должен услышать угрозы путина и как-то там к ним отнестись то есть любое выступление нашего президента это угроза миру ну они так это интерпретируют и как мы должны на это реагировать никак снова выступать снова объяснять снова разъяснять что произойдет в ситуации если они будут делать то или не делать это вы не найдете никогда пониманию своих врагов но сложно ожидать чтобы берлинское радио вдруг выступила знаете товарищ сталин вот правильно сказал выступая в московском метро 7 ноября 43 года ну конечно нет он всегда говорил с точки зрения берлинского радио неправильно делал все не так но в результате всех своих исключительных ошибок и неправильных действий сталин пришел берлин но это вражеская пропаганда к ней надо так относиться в ней никогда не будет никакой реальности или какого-то взвешенного анализа там будет желание деморализовать очернить представить в невыгодном свете но в каком мире мы тогда живем запрещают российские телеканалы закрывают информагентство youtube блокирует ваш канал с огромным количеством подписчиков а как люди правду-то узнают а вот надо стараться в этом есть но как как говорится сложность информации вроде бы много но точно так же как много еды но она не одинаково полезно нужно найти правильную еду для ума пищу для ума употреблять их в течение длительного периода желательно с младых лет и тогда зрелом возрасте вы будете прекрасно выглядеть вот как вы уважаемые ведущие сейчас так и здесь враг старается сбить людей с толку навести в заблуждение перетащить на свою сторону ментально это и есть та самая информационная война которая началась давным-давно и неизвестно когда закончится наверное никогда ну вот у каждого человека есть своя ответственность взрослый чек по идее должен разобраться как устроен мир что есть добро что зло но здесь мы с так потихонечку уже в так сказать сферу религии двигаемся там тоже самое ведь каждый человек его свободный выбор он должен либо прийти к богу либо не дай бог с этого пути сбиться почему мы проигрываем эту информационную войну байден едет в киев все он молодец он стартует там снова избирательной кампании так далее а люди задают вопросы почему москва почему путин это разрешили мы проигрываем получается на этом фронте но собственно говоря здесь постановка вопроса сама немножко такая провокационная он туда и приехал для того чтобы мы с вами задавали эти вопросы никакого другого смысла в поездке нет потому что байден не будет участвовать в президентских выборах соединенных штатов америки это не старт его президентской компании америка не позволит себе иметь такого президента еще раз ну в силу таскать и возраста и внешнего облика он может кстати быть абсолютно хитрым политиком и плохо ориентируясь пространстве прекрасно ориентироваться в геополитике вот прочитал когда-то россию над давить китай надо не пускать все у него два пункта он по ним собственно говоря и действует сверяя с ним все записка приносит поставляем оружие на украине так пункт 1 давить россию прекрасно поставляем вот не нужно думать что он не соображает что он делает его поездка не имела никакого смысла кроме пропагандистского другого смысла никакого нет но а в этой ситуации что делать россии это следующий вопрос стрелять по поезду байдена узнав за три часа что он едет или за пять часов зачем это видимо от нас и ждали зачем ну вот нет никакого смысла в гибели зеленского он станет просто героем портретом на стене и уж тем более нет никакой надобности в атаке президента страны сильнейшей стороны мира но надо быть очень неумным человеком чтобы множить число противников во время боевых действий причем перетаскивая уже в полном смысле на сторону своего противника сильнейшую державу мира поэтому до приехал походил ушел это никак не сла не сказывается на не положение на фронте мы сами должны по-другому решить те вопросы которые сформулированы те задачи которые поставил президент но не байдена является проблемой будет не байден будет камала харрис она вообще такая дама странноватая но поставки вооружений будут идти даже если ее не будет вот кто-нибудь там будет весь список там сената будут поставлять оружие а взаимодействие со страной которая так относится к россии но это уже вопрос выстраивания нашей внешнеполитической линии а по вашему мнению кто будет следующим президентом сша тот кто будет баллотироваться вот другой партии то есть вот республиканской я думаю что до сайта ну пока об этом говорят но может быть кто-то другой и не уходя далеко от китая хочу вас просить вот за этот год может быть то что как раз они вернусь к этому мирному плану который они декламируют они стали союзниками для нас за этот год или все еще партнеры как-то изменились отношения россии китай за этот слой партнеры немножко испорчено тем что мы его употребляли очень часто хоть и в кавычках в период когда маскировались наши партнеры поэтому я бы сейчас это слово вывел бы за рамки союзники союзники означает подписание конкретного договора вот соединенные штаты америки германия союзники потому что у них есть военные обязанности в отношении друг друга в рамках нато при этом то что одни оккупировали других ну как-то никто не замечает но они союзники у нас китаем нет никакого союзнического договора у нас есть договоры о добрососедстве сотрудничестве границы взаимодействие но китай не обязан не обязан что-то делать случае если что-то происходит вокруг россии точно также россия не обязана делать но китай тем или иным путем помогает наверное и россия тоже поможет китаю если не дай бог какие-то сложности вокруг китая возникнут хочу вас спросить про будущее украины на ваш взгляд какие-то сценарии там через год через два через пять лет например может ли это быть разделение страны по культурному языковому принципу например там восток допустим отходит к территории российской федерации западные регионы допустим к польше или к другому какому-то государству который может быть на референдуме будет мы сегодня упомянули уже южную северную корею запад все время воспроизводит один и тот же сценарий разделяет народ на части растаскивают стороны сталкивают войне потом фиксируют некий результат промежуточный и все в любой момент война может начаться дальше мне кажется включение в состав российской федерации донецкой луганской народных республик херсонской и запорожских областей помимо так сказать справедливости помимо выполнения пункта программы нашей уважаемой партии имеет еще и мысль сбить этот сценарий то есть не украина против украины какая-то гражданская война которая прошла а вот есть территории российской федерации который не обсуждается сухопутный коридор в крым и может быть там вот нечто я не знаю как это не будет отконфигурировано как это будет называться но вот может быть этот шаг был продиктован в том числе и такими соображениями тоже у нас все время обвиняют вот в некой имперскости и в последние дни там пошли разговоры про южную осетию абхазию приднестровье там и так далее но там реально есть наши геополитические интересы а если говорить про приднестровье там просто и русские люди живут и наши солдаты там может где-то еще вспыхнуть или там кто-то поднесет туда спичку желая поставить нас еще более сложное положение ну смотрите мы собственно говоря сталкиваемся на территории украины с англосаксами на эту тему у меня даже есть книга называющийся который называется война чужими руками вот этот процесс который мы наблюдаем но есть еще определенные стратегии англосаксов в том числе написанная сразу после второй мировой войны книга лидлгарта называется стратегия непрямых действий он в основном на примере второй мировой войны объясняет что это такое но вот когда есть германия вы хотите ее ослабить и вы начинаете действие не вокруг германии а где-нибудь высаживайтесь норвегии как они пытались да гитлер вынужден реагировать на это германия дальше в африке там французские колонии то есть начинают растягивать грубо говоря растягивать противника по различным фронтам у нас сейчас в сирии полного замерения нет у нас есть напряженность карабахи у нас есть специальная военная операция вот-вот взорвется афганистан и средняя азия уверяю вас обязательно взорвется вопрос только назревает уже перезрело все американцы связали там столько оружия перед своим в кавычках бег сам что можно воевать еще лет 50 всем регионам и у каждого будет автомат патроны и все что необходимо для того чтобы убивать друг друга вопрос как взорвется и когда взорвется то что там начнется уверяю вас в этом сомнении у нас не должно быть то есть у нас уже растягивают давайте к этому добавим вот в молдавию бы затянули бы хотят хотят там склад есть можно всегда найти почему это нужно но надо ли нам самим туда конечно нет для нас это дополнительное растяжение наших возможностей которые у нас хоть и большие но безграничны поэтому когда нас пытаются растянуть и нужно всегда смотреть что делает противник зачем он это делает хотя конечно государство украина имеющие выход в черное море но всегда будет представлять угрозу для россии для меня это совершенно очевидно и из этого следует целый ряд там определенных выводов которые должны делать наши стратеги про станции хочу спросить они действительно оказались неэффективны такой момент даже мвф тут нам теперь российская экономика не разорвана в клочья как ожидали на запад на западе мвф прогнозирует рост чем тоже удивляет хотя многие так скажем экономические такие опережающие индикаторы некоторых экспертов говорят что действительно рост будет по итогам следующего года как вы думаете чем еще вашингтон может по нам ударить по каким отраслям по каким областям но стратеги них очень простая затягивание специальной военной операции то есть боевых действий с одновременным максимальным ухудшением положения экономики на всех доступных америке контурах то есть давайте запретим это продавать это покупать это будет сложная логистика здесь поставим железный занавес самолета не будут летать то есть создание сложностей эти сложности приводят к удорожанию продажа удорожание покупок снижению поступлений в бюджет вот что они делают с этим бороться мы можем и мы это делаем но всегда какой-то ущерб все равно будет нанесен когда же мы говорим о росте то рост 0,2 ну простите это статистическая погрешность то есть мы останемся примерно на этом же уровне если вы хотите деморализовать население скажите будет минус 0 5 хотите прибодрить скажите плюс 0 5 но это никак не повлияет на реальное положение в экономике это такая лукавая статистика а вот где мы действительно можем сделать это развивать нашу экономику кредитовать создание новых промышленных предприятий у нас уникальный шанс многие западные не знаю фирмы компании которые занимали определенные ниши причем занимали так что туда не пробиться больше не открыться просто стали ушли то уникальный шанс он сейчас используется не на полную катушку до не идет кредитование но центральный банк не снижает ставку продолжает нам рассказывать о том что от этого будет инфляция хотя фляция будет наоборот от дорогих денег а уж никак нет дешевых этого любой человек знающий арифметику сразу поймет в любом продукте деньги кредит 10 процентов или в любом продукте деньги кредит 1 процент стоимости какой продукт будет дороже там где деньги дороже вот отсюда и вся инфляция берется то есть центральный банк до сих пор работает не в интересах россии и это огромная проблема шанс есть мы его не используем на полную катушку есть партийная стратегия курс а вы с вашими коллегами там с андреем подойницам да много об этом говорите это все правительство центробанк не слушает им это не интересно они знают как страна должна сейчас выживать ну знаете есть такое выражение финансово-экономический блок правительства это мафия по он слышит но нельзя сказать что он отзывчив настолько что любое наше предложение он сразу виде распоряжение правительства делать но правительство мишустина движется в том направлении которое мы тоже в рамках нашей программы курс считаем правильным это есть а вот центральный банк ну вот знаете одна общественная организация говорил путин виде войска в отношении центрального банка вот иногда хочется к этому лозунгу присоединиться потому что такое впечатление что там господа товарищи даже не знаю как называть работают продолжают работать в интересах американского доллара они российской экономики они все время высказывания такие делают как будто они живут на марсе где-то вот выйдут что-то скажет такое даже цитировать не хочется сидишь и думаешь боже что мой откуда вы такое взяли так что центральный банк это серьезное препятствие точнее не сам он не здание же с офисом да а его политик это серьезное препятствие на пути развития нашей экономики вот если не было бы счастья да несчастье помогло огромная страна с огромным территорией с огромными расстояниями а все наши самолеты это боинги и эрбасы советском союзе мы строили ил эту и так далее мы сейчас можем вернуть то что было утрачено благодаря санкции в том числе можем но давайте возьмем например очень интересный и важный да что нужно для того чтобы вместо эрбасов и других самолетов боингов появились опять наши в большом количестве и прекрасном качестве после речь идет о безопасности людей что нужно деньги до нужны конструкторы до нужны заводы понятно но и то и другое третье появляется из денег вы сначала финансируете обучение конструктору создание летных школ привлечения иностранных специалистов хотя в данном случае у нас своих хватает создание заводов разработку каких-то сплавов если вы не выделили средства на это у вас не будет ни сплавов ни заводов ни станков и будут остатки тех кто учился когда-то но не знает кому передать свой опыт вот так теряются школы но изначально я не финансист деньги всему голова в данном случае деньги точно также военно-промышленном комплексе что нужно чтобы было больше снарядов станки все это есть финансирование нужно и сейчас когда государство выделила гораздо больше средств по понятным нам причинам все заводы работают четыре смены все нормально а раньше эти заводы шли в коммерческие банки чтобы получать там под коммерческие проценты кредиты для того чтобы производить то что защищает родину но это нормально но конечно нет поэтому центральный банк кто определяет стоимость денег таскать всю эту политику и есть сердцевина без решения этой проблемы можно решить часть задач где-то развиться удачно где-то неудачно но развить всю экономику без решения вопроса стоимости денег и направления финансовых поток невозможно именно поэтому центральный банк и существует в таком виде такой инструмент колониальной зависимости всех стран от мирового банка но в целом от федеральной резервной системы сша вообще можно центробанку вменить все-таки ответственность не только за инфляцию но еще и за экономический рост это вообще когда будет возможно открываем закон о центральном банке конституцию про экономический рост ни слова стабильность рубля но как они стабильность рубля обеспечивают мы сами знаем никак как вы относитесь к прогнозам ну например евгений пригожин сказал что не надо ждать быстрого окончания специальной военной операции это еще минимум два года вы как считаете стоит ли нам прогнозировать или все должно идти своим чередом ну как песков когда-то говорил все идет по плану ну собственно гряп пресс-секретарь у него определенные функции у тех кто находится на фронте другая задача а у нас с вами задача использовать исторический опыт и аналогии для того чтобы пояснить нашим зрителям то что происходит но вот представьте 43 год вы задаете такой вопрос нужно маршалу василевскому он наверно может назвать какие-то сроки как он мыслит да особенно если вы не расскажете товарищу стали но это не будет опубликовано в газете правда потому что товарищ сталин может задать пару вопросов а зачем вы сказали то или иное товарищ василевский дальше зависит ли окончание войны я имею ввиду великой отечественной вторую мировую от того как будут вести себя союзники в какой-то степени зависит наши которые сегодня совсем не наши ну и тогда они были частично наши я бы так сказал зависит ли окончание войны от решения гитлеровского командования ну конечно от поведения союзников гитлеровской германии будут они стоять до конца или разбегутся как крысы как произошло сорок четвертом году высадятся леса союзники во франции или решат и дальше смотреть со стороны как идут разработки атомного оружия посмотрите сколько мы взяли факторов которые надо принять во внимание когда мы называем прогнозы то есть сидя в окопе на передовой можно назвать один срок но сидя в кремле в кабинете где вот вот эти все факторы уже сложнее давать прогнозы или этот прогноз будет выглядеть совсем иначе поэтому сегодня называть какую-то дату мне кажется ну странно слишком много всего ровно то же самое только факторы опять же экономики поведения определенных стран определенных политиков позиция китая индии не стоимость ресурсов возможность развития нашей экономики насколько будут полные полки наших магазинов что больше у нас коммунальные тарифы не росли ни к ночи помянуты просто идея повышать во время боевых действий коммунальные тарифы и объяснять это здорово мы потом повышать не будем ну посмотрите например украина мы же должны от нее чем-то отличаться исключительно в положительную сторону в этой самой коммунальной сфере как бы было красиво в россии мораторий на коммунальные на рост коммунальных тарифов это в том числе и так сказать для прочистки мозгов населения украина ну вот от этого тоже все зависит поэтому я бы воздержался от того чтобы обозначать какие-то конечные точки и кого-то что смотрите минские соглашения были все-таки обманом они запад взял паузу чтобы накачать высовой боеспособностью а как сейчас не повторить такого сценария если все-таки мирный договор когда-то через какое-то время будет возможен то на каких условиях и как нам поверить в него я не верю мирный договор это первое не потому что я кровожадный маньяк а потому что для того чтобы был мирный договор нужно добрая воля двух сторон либо разгром одной из них это первое второе я позволю себе сказать в следующую мысль вот в последнее время западные политики действительно удивляют нас откровенностью вот все сказали что минские договоренности были нужны только для того чтобы обмануть дать время высу подготовиться вот скажите пожалуйста мы действительно с вами считаем что во главе российской федерации в течение двух десятилетий крайне наивные люди которые верят всем на слово не понимают о чем идет речь ну что 20 лет никто никогда не удержит власть если он будет столь наивным и доверчивым поэтому когда россия подписывала минские договоренности наверное было определенное желание и добрая воля мы же все-таки добро на добро не может вести себя как зло но мы тоже готовились к тому что партнеры не будут выполнять эти минские договоренности посмотрите военные программы россии наша армия сегодня в совершенно ином состоянии нежели она была в 2008 году уже в 2008 году было понятно что впереди большое военное столкновение ну ну вот мне кажется мы не должны уж впадать в очередную дозу доверчивости западным политикам то есть мы им верили что они хотят с нами хорошо жить а теперь мы им верим что они искренне в своих высказываниях про минские договоренности то что они сейчас говорят преследуют конкретную цель внушить гражданам россии что у власти в россии наивные мягко говоря люди вот для чего они это говорят но ведь это неправда это тоже часть вражеской пропаганды на насколько в принципе можно верить там каким-то общественным опросам в циома фома там других фондов у нас стране и за рубежом кстати там же тоже спрашивают готовы ли вы поддерживать там еще в течение какого-то количества лет украину да там давайте деньги в огромном количестве и так далее то что люди высказывают а стоит ли этому доверять и ориентируется ли на это политики политики всегда ориентируются но своеобразным способом они сначала стараются сформировать общественное мнение чтобы потом это общественное мнение попросило их сделать то что они давным давно хотели бы сделать это вот такая традиционная форма работы на западе можно ее и так называть поэтому конечно все опросы всегда имеют ну определенную надо к ним относиться чуть-чуть скептически я лично проверяю это эмпирическим путем я разговариваю с знакомыми читателями подписчиками и стараюсь почувствовать что они думают по тому или иному вопросу и потом глядя результаты как у социологического опроса я вижу что да на ваш взгляд как и сегодня настроение в нашем обществе сегодня мне кажется все большее количество людей я не готов сказать сколько но может быть процентов 85 реально понимает что происходит поддерживают то что происходит и конечно хотели бы чтобы все это закончилось как можно быстрее просто потому что гибнут люди разрушения но понятно какие цели поставлены и понятно что другого пути к сожалению не оставили запад хотел войны киевский режим предоставил страну в виде военного полигона и вот эта гражданская война которая была развязана в 2014 году ну может быть закончена и должна быть закончена и будет закончена только силовым путем там нет возможности договориться к сожалению я вас хочу спросить про ваше мнение про обновленную внешне политическую концепцию россии вот на ваш взгляд насколько она полная и насколько как по словам мида мы донесли куда россия крутит педали как она говорит ну я думаю что вы согласитесь с тем чтобы положение россии в мире будет зависеть от итогов специальной военной операции вот это это две разные россии это два разных мира поэтому здесь можно какие-то наброски делать но по факту окончания то вот нужно будет уже тогда садиться и определяться с к с кем мы взаимодействуем с кем вообще не взаимодействуем кто выстраивает вокруг нас железный занавес поэтому я сейчас бы дал бы действовать военным а дипломаты подключаться к процессу попозже ну куда подключаться про новый мир про а тот который может быть значит собирается он обсуждает там какой-то запуск корейской ракеты но ни в коем случае не хочет собираться и обсуждать а кто взорвал северные потоки и что нужно сделать с теми кто это сделал ну нужно понимать что он все таки это не прокуратура хотя в запад очень часто старается одно превратить в другое это клуб проживающих в большом многоквартирном доме вы когда-нибудь были на собрании жильцов там обсуждаются разные вопросы никаким решением практически никогда не приходит так и здесь хотите обсудить взрыв северных потоков давайте обсудим будет это обсуждение не один раз мы будем стараться вернуть он в том числе к этому но не будут отпихиваться потому что в компетенцию он действительно не входит расследование взрыва где-нибудь то есть он могло бы повысить свою степень компетенции если бы с этим согласились все жильцы но часть жильцов говорит нет ни в коем случае нельзя расследовать вот пусть дядя вася расследует почему зарвалась труба в его доме а мы не имеем права заходить его квартиру потому что это священное право частной собственности но еще какой-нибудь вот такую вещь кого надо к этому относиться чуть проще израиль сколько там осуждают но израиль продолжает гнуть ту линию который израиль не россия не мы с вами израиль считает правильный мы сейчас не даем оценку этом ну вот так как то то есть жить без оглядки жизнь без оглядки с оглядкой на мнение народа россии потому что это самое главное ведь убежденность политику дает тот факт что он действует в интересах страны то что специальная военная операция проводится в интересах россии русского народа это факт и это мне кажется дают то уверенность президенту который мы все время на нем видим смотрим думу какую уверенность он излучает как он владеет собой и почему а вот потому есть уверенность что ты поступаешь правильно потому что за тобой предки за тобой тысячелетняя история за тобой необходимость заклеить восстановить залечить ту рану которую горбачёв с ельциным нанесли нашему народу ну совсем недавно а как нам мобилизоваться как раз внутри страны каждому вот как помочь чтобы своего быстрее закончилось мне кажется сейчас этот вопрос имеет множество ответов кто-то служит в армии кто-то готовится туда пойти и кто-то собирает гуманитарную помощь кто-то работает кто-то решает демографическую проблему я надеюсь что все как говорится ее решают потому что в состоянии когда нас 145 миллионов а вокруг нас гораздо больше враждебных государств конечно вопрос демографии он становится решающим вот завести еще одного ребенка это тоже вклад в будущее россии спасибо большое а нашим зрителям наверное стоит это не пожелать мы желаем этого нашего нашим зрителям а еще желаем оставаться на нашем youtube канале подписывайтесь на него комментируйте берегите себя и увидимся через неделю подписывайтесь на мой канал